приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня поделимся с вами одним чудесным рецептом мы обычно готовим это блюдо на пикник вот представьте себе вы приехали на пикник ставите там палатку собираете мангал на 100 грамм то или пивка хочется 100 грамм надо чем-то закусить и в таком случае мы готовим кексики или как принято сейчас говорить маффины не сладкие с начинками с разными я когда слышу слово маффины я вспоминаю этот фильм о чем говорят мужчины крытон они мне положили обычную гренку назвали крытон и взяли за нее 800 рублей вот в общем еще это блюдо очень классно подходит маффины еще это блюдо очень классно подходит допустим к вам придут какие-то нежданно-негады на гости и вам надо соорудить какую-то закуску на быструю руку вот смело делайте такие кексики не сладкие с разными начинками очень круто вот так вот будет оставайтесь с нами сейчас расскажу по поводу начинок для приготовления самих кексиков нам понадобится мука высшего сорта молоко из-под коровы 3 куриных яйца натертый сыр можно использовать любой даже магазинный главное чтоб он хорошо сплавился сахар соль разрыхлитель тесто и растопленное сливочное масло все ингредиенты на порцию кексиков или маффинов вы найдете в описании видео теперь о начинках друзья для начинок можно использовать все что угодно для одной начинки мы взяли ветчину болгарский перец и петрушку все это мелкого так вот порезали можно использовать вареное мясо можно использовать вареную куриную грудинку че еще можно любую колбасу сюда использовать бекон можно использовать то есть ну вообще вариантов очень много что у вас есть в холодильнике под рукой там какие-то остатки сгребайте все и в маффины для второй начинки мы зажарили с луком шампиньоны буквально там две-три минуты обжарка занимала и покрошили укроп и зеленый лук и так друзья я уступаю почетное место так сказать за миксером ларисе и начнем чашу миксера вбиваем куриные яйца заметьте я уже не говорю яички называю их как положено яйца после того как мне сделали замечание рассказали где находятся у кого яички я все это вы выучил немножко перемешаем их не взбиваем а именно перемешаем добавим туда сахар соль и сливочное масло сливочное масло мы заранее растопили как я уже сказал в микроволновку поставили буквально на полминутки и все это опять чуть-чуть перемешаем далее вливаем молоко и еще немножко перемешиваем после того как все перемешалось надо вмешать в муку разрыхлитель сделаем это в какой-нибудь посуде начинаем порционно вводить муку в нашу подготовленную смесь до получения однородного теста тесто должно быть не очень густое сейчас она перемешается и мы его вам покажем вот такое по консистенции у нас должно получиться тесто как очень густая сметана но немножко гуще чем густая сметана готовое тесто уже вручную мешаем потертый на крупной терке с лариса гремит посудой хорошо что у нас соседей нету я помню мы жили в хрущевке в детстве у нас была соседка которая так гремела посудой а папа дико злился после этого разделим тесто на нужное количество частей так как мы готовим два вида кексиков или маффинов то делим на две части лариса это делать с помощью электронных весов и я и предложил на глаз отмерить на что она мне сказала нечто оскорбительное и даже немножко обидно и поэтому делим тесто на весах теперь перемешаем начинки и вмешаем их тесто сделаем это тоже вручную тут нам механизация не нужна стараемся размешать так чтобы равномерно распределить всю начинку по тесту еще раз обратите внимание на консистенцию тесто она достаточно жидкая и начинка вмешивается очень легко вмешиваем тщательно чтобы ну чтоб не было в одном маффине у нас одна колбаса а в другом одно тесто потому что так ваши гости могут удивиться для приготовления кексиков используем силиконовые формочки я всегда люблю их трусить перед тем как выкладывать тесто смажем формочки растительным маслом теперь вооружившись чайной ложечкой наполним наши маффины их люблю это вражеское слово маффины друзья в это время пока лариса наполняет формочки мы разогрели духовку до 200 градусов для выпекания маффинов заполнили все формочки лариса меня предупредила что если еще раз скажу на видео слово маффин она меня ударит скалкой взяла скалку я напрягся и больше это слово употреблять не буду смотрите формочки вообще можно использовать совершенно любые не обязательно силиконовые абсолютно любые обратите внимание эти кексики не делаются высокими поэтому вот такие высокие формочки мы наполнили на половину поместили формочки на против и отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку на выпекание на 15 минут если вы зададите резонный вопрос что за кастрюлю ты не убрал с плиты я вам отвечу на него маффины делаются для пикника но у нас завтра будет не пикник а карповая рыбалка на которую мы возьмем ой маффины кексики на которую мы возьмем с собой кексики а в кастрюле варится кукуруза для карповой рыбалки блин я посмотрел 10 видео из интернета там рассказывает что кукуруза варится 10-15 но максимум полчаса короче варю и уже три с половиной часа так что простите за кастрюлю а кексики сейчас запекают выпекали где-то ориентировочно соврал с 15 минутами 17 18 минут кексики под подрумянились и это говорит о том что они готовы на плиту поставить не можем так как кукуруза не сварилась еще для карповой рыбалки поэтому дадим им остыть через некоторое время извлечем их из форм и продегустируем кексики готовы и прежде чем приступить к поглощению хочу показать вам какие они внутри посмотрите какие они пористые воздушные такая вот красотуля и внутри начиночка класс правда ну давайте попробуем конечно основную пробу я сниму завтра когда разобью палатку на карповой рыбалке дарю себе нет я не буду разбивать палатку я вначале налью себе рюмочку водочки или чаще хорошие возьму пару кексиков наслужусь вечерним озером а после этого уже буду разбивать палатку друзья это вкусно вот особенно люблю с грибами и с луком они просто вкуснейшие такое сочетание классно ну и конечно с колбаской ну с ветчиной в нашем случае и с болгарским перцем вот такие будете собираться на пикник попробуйте сделать такие кексики не пожалеете или же как я уже говорил второй вариант нежданно нагрянули гости как видите готовить всего ничего но вот единственный долгий процесс ну как бы который он недолгий он такой 3-4 минуты это грибы обжарить но их можно приготовить из грибов просто с колбасой тогда все займет минут 15 максимум поэтому друзья с удовольствием вам представляем закусочные кексики делайте их разные надеюсь вопросов не будет если будут пишите в комментариях и конечно же подписывайтесь на наш канал делитесь нашими видео ставьте лайки если вам видео понравилось ну думаю что такое видео не понравится не может особенно друзья если вы соберетесь на рыбалку или просто на пикник ну и традиционно мы с ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты всего доброго пока делайте кексики